И хотел бы пригласить еще Татьяну и Юрия и спросить все-таки по поводу вступления в брак. Один мой знакомый, у него проблемы. Он чувствует себя неуверенно, он такой одинокий. И в беседе с ним я понял, что он рассчитывает, что брак это то, что поможет решить ему собственные проблемы. Компенсирует его жена, она будет за ним ухаживать, заботиться и так дальше. Тань, такие подходы справедливы или нет? В общем, слово вам, чтобы немножко мы узнали, что нужно делать. До того, как мы ответим на этот вопрос, я просто хотела бы продолжить ту линию, которую Геннадий сказал, что да, мы готовим к супружеству, к взрослой жизни своих детей, но это одна из стадий. Все-таки мы и готовим и чужих детей, и семейное служение, вот именно добрачная подготовка, я думаю, что это самое приятное вообще из всего, что там есть. Потому что они еще не знают, что там есть, и у нас есть возможность открыть дверь. И вот когда мы с Юрой пришли к нашему пастырю на то, чтобы сказать, что мы хотим жениться, он нам сказал одно, не видел то глаз и не слышал то ухо, что Бог приготовил женатому. Все. Это была наша добрачная подготовка. Но во всяком случае не отбил желание, значит, там что-то хорошее есть. Наверное, вот это и есть наша роль, показать красоту супружества. Да, проблемы, и сзади проблемы, и впереди проблемы, но показать красоту супружества, то, что Бог сделал. И у нас есть две цели. Вот если мы сейчас посмотрим на дальнюю цель и на ближнюю цель, Как вы думаете, для нас, как для служителей, вообще для тех, кто в сфере семьи завязан, какая может быть дальняя цель именно в добрачной подготовке? Что мы себе можем поставить за цель? Крепкий брак. В какой форме мы можем практически это сделать через там пять лет? Именно через добрачную подготовку. Во-первых, вырастить тех, кто будут делать для Украины, вот это мизер, этого мало. Нам нужно больше людей, семей, которые смогут это делать. Я уверена, что они в зале тоже есть. Еще. Каким образом хотя бы в христианской среде это сделать? Начнем с этого. То есть это добрачная подготовка, подготавливать. А что делать, ну как бы, как сделать так, чтобы она была везде? Возьмем сначала церкви, потом мы придем чуть-чуть дальше к школам. Я думаю, наша цель, наша цель с вами хотя бы, ну хотя хотелось бы в течение пяти лет сделать так, чтобы ни одна пара не сочитывалась, не пройдя добрачную подготовку. Вот это наша далекая цель. Но если мы сейчас понемножку будем к ней двигаться, мы придем. И есть потрясающее, хорошее исследование. В штате Вирджиния, где-то около 15 лет, одна пара взяла себе за дальнюю вот эту цель сделать так, чтобы во всем штате все церкви не сочитывали без добрачной подготовки, чтобы пара не могла перебегать. Вот там можно, мы быстренько там и пошли. И знаете, сколько это взяло времени? 10 лет. Одним не нравилась там точка, другим не нравилось там слово. Чтобы прийти к согласию всех динаминаций, 10 лет. Но ничего страшного, зато 15 лет спустя мэр или как называется штат всего, губернатор, он признал, что благодаря вот именно этому количество разводов в их штате гораздо стало меньше. И вот это наша цель именно в добрачной подготовке. Хотя бы вот эту цель. А то, что касается вот мелких или, как это сказать, ближних целей. Ну, я для начала вспомнил, как-то мы проводили семинар с молодыми людьми. И мы говорили о важности подготовки к браку. Это молодой человек сказал, а я против. А я говорю, почему? Говорит, потому что если я все буду знать заранее, я не женюсь. Вот. То есть и такая точка зрения существует. Но мы понимаем, что лучше знать, чем не знать, на что ты идешь. Вот. И в плане вот все-таки ближней подготовки. Вот подготовка к браку и в церкви, и как бы не только в церкви, очень важна. И слава Богу, сейчас все больше и больше церквей как бы берут это на вооружение и проводят добрачную подготовку с людьми своей церкви. Но также мы видим, что в общем-то наше общество не только состоит из людей верующих, которые ходят в церковь. Есть подавляющее большинство, которые никуда не ходят. Но это молодые люди, это тоже наши как бы ближние. И как вот достучаться до них, как помочь им. И мы понимаем, что на сегодняшний день в Украине нету, ну, как бы, откуда взять тех, кто будет это делать. Это, наверное, самая большая проблема на сегодняшний день. Потому что большинство все-таки людей, молодых, они не против. Они не против, чтобы с ними кто-то провел эту подготовку. Но они не знают, где ее найти. И как бы я хотел бы вот действительно призвать нас всех, чтобы мы посмотрели не только даже на свою церковь. Это хорошо, что мы смотрим на свою церковь. Но посмотрели более широкую картину, что происходит в нашем обществе. Потому что если там церковь ходит 15% населения, но больше 20% таких людей, которые... Для них это ценность. Огромное количество молодых людей просто ничего этого не имеет. У меня вчера была возможность встретиться с депутатом нашей улицы. Это сейчас такое новшество. И каждая улица в селе имеет своего депутата. Было очень приятно. Почему? Потому что у меня была возможность сказать, вот чем мы можем послужить селу. Ну, мы там только спим, в принципе, редко появляемся. Но я предложила ему, что мы можем проводить добрачную подготовку. Его глаза надо было видеть. Это что-то такое неимоверное для них. Но я думаю, на каждом месте, где мы есть, мы это можем делать. И я не буду говорить, потому что все, кто сюда пришли, уже что-то делают. И поэтому у меня вот вопрос больше. Как вы видите вот эту область добрачной подготовки? Как ее можно поднимать? Каким образом? Да. И когда мы с ними спілкуемся, мы понимаем один такой момент, что в людей просто розвит окуляр. Не дивлячись на то, что они приходят в подготовку, там 8-9 занять. И после свадьбы, соответственно, люди где-то пропадают. Их не где-то немае. Взагалі не где-то немае. И мы думаем, что тогда залежит? Что тогда залежит, получается? Чему так? Подготовку люди прошли, все нормально, але людей нема. Что стало? Очень хорошо. И мы только на этот ответим, потому что в основном вопросы будут потом. После добрачной подготовки она должна идти в связке. Добрачная подготовка не панацея. Это что-то одно из допомогательных. Но после добрачной подготовки мы приглашаем и собираем пары на супружеский курс. Этот курс написали Ники Ишила Ли. И Англии очень хороший, потрясающий курс. Мы его просто пробовали во всех местах. Он работает идеально. Именно для молодых таких активных, хороших семей. Причем это единственный, наверное, курс, на который можно предлагать мужчин, приглашать. Мужей. Потому что чего они не приходят, потому что боятся, что там будут спрашивать какие-то вопросы, и они себя будут чувствовать некомфортно. В этом курсе 80% времени пара общается между собой. И тогда у них есть возможность дальше расти. Потому что остановиться – это опасно. Потом нужно развиваться. Но вопросы у нас будут дальше. И я думаю, что у вас будет больше возможностей. А, еще вот это. Хотел бы представить то, что есть на сегодняшний день. Это материал, который разработал Андриан Буковинский. К сожалению, его сегодня с нами нет. Но многие из вас уже, наверное, слышали про него. Этот материал, он утвержден на уровне государства, как материал для использования, для добрачной подготовки. И очень хороший материал. В принципе, его можно использовать в любой сфере. В церкви и для других людей. И главный сейчас вопрос стоит, кто будет это проводить. Это самый главный вопрос сейчас в Украине стоит. Кто хочет это делать. Ну и также его небольшая новая книга, которую он выпустил. «Счет рыбозната до створения семьи». Тоже очень хорошая книга. Вы можете ее приобрести. Здесь она есть на раскладке. Я думаю, она полезная для всех, кто готовит кого-то к браку. Просто для родителей. Спасибо. Постойте секунду. Друзья, есть вопросы, какие-то уточнения, еще замечания, пожелания? Так, у нас один активный. Секунду. Я просто... Интересный просто такой момент уже. Добрачная подготовка. Люди в церквах. Я думаю, каждая людина находится в церкви. И мне интересен такой момент. Люди завжди идут только до пастора. Все остальные некомпетентные. Как вы с этим боретесь? Боремся. С пасторями приходится бороться больше, потому что это не их вина, в принципе. Их с ними не надо бороться, бороться. Им нужно просто помочь отпустить эту область для какой-то пары, которая компетентно это делает. Но, к сожалению, пасторя говорят, нет у нас компетентных. Но мы с Юрой начинали тоже некомпетентно. И все начинают так. Во-вторых, мы пытаемся научить пастырей. Потом, когда они понимают, как это много, они начинают искать тех, кто бы это делал. Но это проблемный вопрос. И пока он решается снизу. Мы вдохновляем пары, мы даем им материал, мы их оснащаем. И они уже пытаются на уровне... А приходите к нам домой. А мы хотим поговорить. А мы хотим просто вот с вами провести время. И таким образом они нарабатывают уже ту практику. И потом пастор видит, а, к ним тянутся люди. А давай вот мы их пригласим. Скажите, а вот у меня такой вопрос. Насколько вот в вашем опыте, понимании, есть такое понимание, что люди, они осознают, что к браку нужно готовиться? Потому что в свое время, когда я вступал в брак, я считал себя лучшим специалистом. Это уже потом жизнь заставляла учить и так дальше. То есть я сталкиваюсь с тем, что много людей говорят, а что тут нам знать? То есть мы вообще все знаем, все, что необходимо, знаем. Я мужчина, вот она женщина. Или наоборот. Там вот кухня там, диван, телевизор там. Дети там. Да, дети там. Ну, я думаю, что тут вопрос в том, что то, что я получаю, как бы, если я говорю человеку, то, что ты получаешь в семье своей, это еще недостаточно для того, чтобы ты его мог применить в своей семье. Потому что человек, с которым ты будешь жить вместе, он пришел из другой семьи. Это совсем другая культура, совсем другие традиции, ценности. И если у вас будет напряжение в любой из этих областей, вам будет сложно. То есть в любом случае, даже если ты знаешь все, для того, чтобы построить свою новую семью, ты должен понимать и своего партнера. И наша задача помочь вам услышать друг друга, задать те вопросы, которые обычно молодые люди друг другу не задают. Для того, чтобы понимать, кого ты берешь, жены или мужья. У нас приходят пары, к счастью, те, которые хотят. Вот они уже созрели, они хотят. Я понимаю, что большинство пар, которые не понимают, они не приходят. Но вот поэтому и наша дальняя цель сделать так, чтобы в церквях пастыря не сочитывали. Потому что мы не можем всех заставить, всех вокруг. Но церковь имеет на это право, наберет ответственность за то, чтобы сочитывать и дальше вести пару. Поэтому у них есть возможность это промотивировать, скажем так. У нас, если пара приходит, и они не хотят работать, мы их не тянем. Мы не тянем пары, которые не хотят работать. У меня есть предложение. Я сам пастор. У меня предложение по поводу, как сделать. Но надо, я говорю, как это, скромно сказать, ну, епископам или большим людям дать в козивку, чтобы они дали в козивку пасторам. Вот, не сочитывать. В моей практике так и было. Ну, правда, не епископ дал, как-то Господь надолго. Говорю, с сегодняшнего дня ни один человек, все равно, сколько вам лет, 16 или 70, не выйдет замуж и не женится, ну, без того, чтобы пройти школу подготовки к супружеству, и тогда получите благословение. Супер. Ну, все, народ, что им делать? Еще один момент, который очень важный. Те пары, которые прошли добрачную подготовку, во всяком случае, с нашего опыта за 20 лет, процента 80 стали служить в этой сфере, в разным формах, но не почувствовали, насколько это для них важно. Можно еще вопрос? Как вы думаете, уважаемые эксперты, что нужно сделать, чтобы в обществе нам поднять градус заинтересованности в подготовке к браку? Поднять градус заинтересованности. Статистика немножко взбадривает. Вы знаете, сколько в Украине счастливых семей? Процентов. Кто знает, молчите. Ну, вот обязательно. По Адриану Буковинскому, по исследованиям, которые он проводил по Украине, у нас 7% счастливых семей. 7%. А, ну да, если с этой стороны смотреть, то у нас все хорошо. Ну, вот статистика немножко взбадривает то, что нам нужно умножить это число счастливых семей. По-моему, уже нет человека, который бы не понимал, что в этом есть нужда. Тут уже даже доказывать особо не нужно. Как Юра говорит, основная проблема – это найти тех, кто заполнит эту нишу. Кто сможет, кто захочет, подготавливать пары, вот как Гена говорил, у себя дома, своих детей, потом там, где ты есть, и на дальнюю перспективу изменить в Украине ситуацию. Вот у нас уже есть все для того, чтобы это было. Поэтому, я думаю, обучение людей здесь задача номер один. Те, что говорит пастор, у нашей церкви не есть что-то новое, потому что наше законодательство это предупреждает и обязывает каждого душпастера, а в принципе у нас есть созданные конкретные средства, которые в данном случае працуют. Пока что, на счастье, я, пронаме, могу говорить за Захидную Украину, Львовская, Тернопольская, Франківская областей, мы фактически проблем еще с венчанием, как таким, не маем. Хотя я мушу визнать, что в нашем регионе, чем раз, тем дальше, мы говорим про звичайную традицию. Так має бути. Дуже гарно вы сказали, не знаю, как вас звать. Наш блаженнейший Святослав мав з нами зустріч, очень подано в листопаде, в грудні месяце, так? И он повернулся з синоду, что происходило в Риме, я думаю, вы знали, где был Святой Отец, были епископы и кардинали из целого света, так? И на чему они начали думать, и что нам блаженнейший Святослав сказал? Мы 10 лет над чем-то працюем. Мы працювали над единою программой, которую хотели выработать для целой церкви. Это не возможно. Потому что регионы между собой разнообразятся. И то, что сказал этот человек, очень важным является. В Италии, так? Что мы должны делать? Потому что, я думаю, вы погодите себя, что шлюб, в принципе, сейчас стаёт чем-то интересным. Люди выбирают совсем другие жизни. Мы живём рік, два, три, пять. Европа, Америка, Унія. Это всё идёт очень быстро до нас. Они учатся там, они учатся через засоби массовой информации, через фильмы. Это стаёт модным, стаёт популярным. Это наши дети. Я сам батько двух детей. Что мы должны сделать? Как мы должны их зациковать? И даже мало того, они приходят до нас. Они хотят повинчатись, они зобовязані пройти курс. Но они зобовязані. Мало есть зацикавлено. У них переважно пройшли, завчили, сдали, забули и идти. Так, мы имеемо прородинные рухи. Я сегодня приехал с одним аніматором моего прородинного руха, где мы встречаемся, что тиждень есть человек и женщина. Мы витягиваем пары на реколекции, на выходные, в уикенди. Дуже добрые. Они есть, на уикенди. Но дальше их нема. Побуду, же багато часу забираю. Мы не зневеримыся, не опускаем руки. Как их зацикавить? Как их привезти? Что с ними делать? Оце, справді, дуже важливо. Дякую. У меня есть маленький ответ. Может быть, он не совсем под такую большую проблему подходит. Но нужно заинтересовать мужчин. Если приходит мужчина, если приходит муж, жена на крыльях полетит, куда бы он ни шел. И у нас тут проблема не столько вот как заинтересовать семью семьей, а именно как вот достучаться до мужчин, как их заинтересовать. Не знаю, едой, спортом. Я не знаю, вот как сделать так, чтобы их смотивировать прийти или заинтересоваться этой темой. Я понимаю, что это только маленькая-маленькая часть этого большого глобального. Но вот там, где она есть, начинает что-то меняться. Я не знаю. Вы, женщина, не знаете, как заинтересовать вас? Нет, мы знаем, как своих мужчин заинтересовать. А вот как вас всех заинтересовать, увидеть эту ценность? Это одно из, да. А потом уже жена сделает так, что он заинтересуется и всей семьей. Но если мужчина почувствует в этом, вот как вы сказали, что-то хорошее, а не только проблема, а не только разборки, а не только какие-то вещи, которые так его напрягают каждый день, то немножко больше заинтересованность, наверное, будет. Да, я хотела просто ответить на первые вопросы, которые были, как мы можем решить проблемы в церкви, когда у нас нету достаточно людей, которые компетентно это сделают. Что мы сделали в нашей церкви, когда они спросили нам помогать первая пара, а потом через несколько недель было два-три пары еще. Мы сразу поняли, что мы не можем помогать все пары. И мы сразу взяли один или два пары, которые были как интересованы помогать в семейном служении. И мы начинали тренировать, и мы пригласили их, что они видели, как это мы сделали. Просто присутствует, как мы сделали. Через несколько встреч они могли проводить один из этих встреч. И через какое время они сами начинали это проводить. И они начинали все пары. И мы помогали их, как это сделать. И наша задача была, все два пары. Из нашей церкви, что они были готовы это продолжать, это сделать. Первое, это найти один пар в вашей церкви, которые готовы это сделать. И они берут два. И когда мы сделаем это до Славдаконсультацию, мы спросим нашей паре, что они помогли два еще семье. Это как они могут как соплатить, скажем так, наше служение. И ответ на второе вопрос. Как поднять в обществе? Это, конечно, глобальные вопросы. Мы его сегодня не решим. Но как это делалось, допустим, с церкви? Я думаю, что большинство из нас имеет круг влияния в церкви, по крайней мере. У кого-то есть другие возможности в той церкви, где мы начинали. То есть, да, когда мы поговорили с пастором, и вот такое решение было принято, что пастор не будет сочетать. Когда он это сказал, то некоторые пары, которые к нам приходили, мы их спрашивали, какие у вас ожидания, что они говорят. Ну вот пастор сказал, надо без этого. Ну вот и пришли, да. Могу сказать, что, наверное, большинство из этих пар не хотели заканчивать консультацию. Потому что действительно уровень доверия вырос, и они поняли, что они не понимают, не знают. И тогда у них открываются глаза, и все это. И потом эти же пары выходили и свидетельствовали там на молодежной группе, или там в церкви, или после церкви, или перед свадьбой, или еще где-то. То есть сами свидетельства того, какая разница у них до консультирования, после консультирования. Тогда уже другие интересуются, и даже несколько человек подходили, буквально, не помню, месяц назад встретил девушку, она говорит, помнишь, когда я буду выходить замуж, тогда я приду к вам. Я говорю, ну я уже забыл, но если так, то тогда приходи, конечно. То есть это прошло уже лет восемь, она помнит, видит, и есть желание пройти, когда она будет собираться завтра. Я думаю, это важный вопрос. Действительно, как создать в обществе запрос на семью, тем более сегодня идут тенденции немножко в другую сторону, но должны возникать модели. Я думаю, чем больше люди будут видеть счастливые семьи, тем больше у них будет желания сделать это в своей жизни. Передача, которую вы сейчас смотрите, создана Ассоциацией Эммануил. Для вас к углосуточно работает бесплатная линия доверия. Чтобы узнать больше о теме телепередачи, свяжитесь с нами по контактам, которые вы видите на экране. Вы получите бесплатную консультацию, духовную поддержку, помощь в кризисной ситуации. Также вы бесплатно получите брошюру, если свяжетесь с нами любым удобным для вас способом. Больше информации о телепередаче вы найдете на сайте emmanuel.tv Редактор субтитров А.Семкин